Здравствуйте! Мы снова на старте дистанции. За две недели произошло достаточно много событий, достойных внимания. Сегодня о них расскажем. Смотрите в программе. Волейболистки начали новый сезон. Ну мы сами отдали их. Северсталь – десятая по итогам первого отрезка чемпионата КХЛ. Немножко начала у нас не получилось чемпионата. Череповецкие самбисты успешно выступили на всероссийских соревнованиях. Две череповецких волейбольных команды стартовали одновременно в чемпионате России в высшей лиге А и в высшей лиге Б. И для обеих команд первые матчи стали настоящим испытанием. Соперником «Северенки-2» был, возможно, главный фаворит сезона «Тульская Тулица», в составе которой сразу несколько волейболисток, выступавших в Суперлиге. Тем не менее, череповецкая молодежь, а в составе есть даже 15-летний волейболистки, дала бой. Тем более команду усилили игроки первой «Северенки» – Ольга Шашкина и Юлия Синицкая, которые в итоге проводили по два матча в день. В первой встрече после двух проигранных сетов череповчанки взяли верх в третьей партии. В четвертом сете шла настоящая битва, в которой верх взял опыт гостей – 31-33 и 1-3 в матче. На следующий день «Северенка-2» уверенно взяла два первых сета, а в третьей партии молодые череповчанки ввели 10-2 – 14-4, но растеряли преимущество, а затем отдали и четвертый сет. В решающей партии «Северенка-2» снова ввела 9-3, но дала себя сопернику догнать. И в последних розыгрышах снова все решил опыт тульских волейболисток – 14-16 и 2-3. Но одну очко «Северенки» получили. Получился результат. Можно было, хотели, но не получилось. И это вопрос, почему. Ну, я сейчас не хочу оправдывать, что там девочки опытные, шесть человек отыграли в суперлиге, у них там возрастной ценой где-то 29-30-35, все это ясно, что они опытные, они могут мобилизоваться, сконцентрироваться, сыграть. День, что здесь бросаются глаза, это хорошая психология женского волейбола. Как я веду 11-3, я проиграю партию. Так же, как четвертую партию, они ведут 27, выиграют. И становится еще 20-16. В общем, я понимаю, там, у меня там, в принципе, молодые. Там тоже опытные. Даже вот эта психология, у женщин, которым уже за 30 по 30, и то она здесь кажется. Возникает вопрос. До сих пор, кто работает женским волейболом, у тебя сможет... Они говорят, ты знаешь, если ты разберешься в женской психологии, ты можешь достичь его инсульта. В принципе, я не могу сказать, что я что-то разбираюсь, что не разбираюсь. Но я же придумал, что женщина – это Венера, мужчина – это Марс. Поэтому Венера – это непредсказуемо. Ты можешь вести там просто держать 7, даже 5-ю парту. Ну, 6-5 надо просто держать 7. Ну, не получилось. Почему не получилось? Я могу сказать, что, наверное, самая основная причина тех, чему я хочу в своих молодых. Люди должны верить в себя. Этому надо научиться. Когда тебе 15-16 лет, я должен их научить, чтобы они верили в себя. Не дрожали, не перебрасывали. Играй. Ты можешь проиграть. Ты играешь. Когда начинают люди обманывать, обманывают, тоже борис, возьмите, она буквально за две игры выиграла. Да, что-то проиграла, выиграла. Она набилась. Я не могу сказать. И многие, так они бились. Ну, не получилось. Жалко, жалко. А так… Какие положительные моменты, может быть, были для вас? Я не знаю, что самоотдача. Самоотдача. В ближайшие выходные «Северянка-2» сыграет с московским «Лучом». Открытие волейбольного сезона в Череповце получилось праздничным. Даже несмотря на совпадение по времени с хоккейным матчем, болельщики заполнили трибуны спорткомплекса юбилейной в ожидании ярких впечатлений. Для «Северянки» первая игра против «Уфимочки» получилась зрелищной и закончилась положительным результатом. Стартовое волнение у череповчанок было сильным, так как состав потерпел серьезные изменения, а на тренерском мостике специалист-дебютант «Высший Легия» Захар Пилипенко. Плюс статус одного из фаворитов добавлял ответственности череповчанкам и мотивации сопернику. Однако хозяйки зала провели матч ровно и заслуженно победили 3-1. В повторном матче уже с первых розыгрышей был виден серьезный настрой на игру гостей. Пока череповчанки перестраивались, соперник смог выиграть первый сет. Далее, после ряда замен, череповчанки заиграли более эффективно, и два следующих сета уже были за ними. В начале четвертой партии показалось, что «Уфимочки» сломлены, однако это оказалось не так. Гости продолжили биться за каждый мяч и в концовке вырвали победу. Решающую партию «Северянки» провалили на старте 2-9. Далее они отчаянно пытались спастись, но сделать это не получилось. 9-15 и 2-3. Первая игра была, конечно, непростая, и мы справлялись со своими эмоциями, с волнением. И, в принципе, выиграли ее за счет эмоций, я считаю. Но сегодня соперник хорошо подавал, а мы сами очень много ошибались. И поэтому даже эмоции нам не помогли, но мы сами отдали игру. У каждого игрока бывают спады, взлеты, падения. То есть пытались менять, пытались найти тот состав, золотой, который должен выигрывать. К сожалению, не получилось сегодня. Первый в сезоне гостевой матч чемпионата России «Северянка» провела очень уверенным. А соперник был непростой, еще в прошлом сезоне игравший в Суперлиге «Воронеж». Преимущество череповецких волейболисток было очевидным во всех трех партиях. 25-13, 25-16 и 25-13. В итоге 3-0. Ольга Шукайло была самой результативной, набрав 14 очков. На следующий день «Северянка» выиграла второй матч. Повторная встреча получилась более упорной. Итог игры 3-1 в пользу «Северянки», которая вышла на второе место следом за «Спарта» из Нижнего Новгорода, которая станет следующим соперником. Но ранее состоятся матчи Кубка России в Череповце против заречья Одинцова и Казанского «Динамо». Всероссийские юношеские соревнования под «Зюдо» прошли в Кадуйском районе. За призы боролись более 150 юных спортсменов. Соревнования самбистов проходили в течение трех дней в Сосновке. Они были посвящены дню рождения самбо в России, а в турнире принимали участие юноши 99-го 2000-го годов рождения и 2004-го, 2005-го годов рождения. Всего собралось 157 спортсменов из разных городов, в том числе Костромы, Вологды, Вельска, Кировска, Тихвина, Иваново. Вот старший возраст, 99-й точный год, да, на самом деле они уже выступают в первенстве России и также в первенстве Европы. Здесь даже выступают и призеры России, и кандидаты мастера спорта. Команды Череповца, а это Дрозд, Череповец и ЦБИ выступили достойно. Пятеро Череповчан стали победителями соревнований. Это Роман Анфимов, Алексей Матыка, Максим Полушкин, Ромель Гасаналиев и Иван Кузнецов. Также в копилке хозяев несколько серебряных и бронзовых медалей. Хоккейная команда «Северсталь» крупной победой завершила первый отрезок чемпионата КХЛ. На домашнем льду череповчане разгромили хорватский «Медвещак». «Северсталь» лихо начала встречу, забив два гола уже в первые шесть минут. Сначала Данил Вовченко реализовал большинство, а затем быструю атаку завершил Дмитрий Когорлицкий. Во втором периоде череповчане снова удачно разыграли лишнего игрока. Гол записан на капитана команды Александра Евсеенкова. Игра на самом деле была очень тяжелая, счет может быть не отражает всей той борьбы, которая была на поле. Команда очень жесткая, она и завелась, любой соперник не любит проигрывать. Ну а так хорошо, что получилось забить, использовали большинство. И в конце, конечно, непозволительно так расслабляться, но слава богу, что довели счет до победного. Череповчане смогли быстро развить успех. Руслан Карлин ловко сыграл на добивании. А защитник Денис Ежов мощным броском забил свой первый гол за Северсталь. 5-0. После этого зрители увидели сразу серию кулачных поединков. В третьей 20-ти минутке гостям практически удалось вернуться в игру. За 7 минут до конца встречи счет стал 5-3, и тренерам Северстали тут же пришлось брать тайм-аут. Пауза возымела свое действие. Команда успокоилась и сумела довести игру до нужного результата без лишней нервотрепки. Голы Сергея Монахова и Павла Чернова в пустые ворота соперника подвели черту в матче. 7-3. Северсталь обыграла Медвещак точно с таким же счетом, с которым уступила пару недель назад в Загребе. На сегодняшний матч, я думаю, очень понравился болельщикам. Мы взяли определенный реванш как и по счету, так и, как говорится, по игре у Медвещака. Я проиграв им с таким же счетом 3-7 у них дома. Но, в отличие от первой игры, две игры со Слованом, о чем я говорил, что у нас было слабое нападение, сегодня нападение у нас работало хорошо. В перерыве у червовецкой команды была возможность проанализировать первую треть турнира, а также восстановить здоровье игроков. Первый отрезок чемпионата КХЛ получился богатым на события, при этом сыграно лишь треть матча, а значит, время для вхождения в сезон давно прошло и уже идет серьезная борьба, когда большинство команд стараются или вынуждены играть на своем максимуме. Тем оптимистичнее в этом плане смотрится игра Северсталя, которая после провального старта смогла вернуться в число соискателей путевки в плей-офф. Северсталь провела 26 матчей, при этом в первых 10 потерпела 9 поражений, зато в последующих 16 было одержано 10 побед и набрано 30 очков. Пока процент набранных очков не дотягивает до 50, а как показывает опыт последних сезонов, для попадания в плей-офф нужно набрать более половины баллов от возможного. От клубов, занимающих 7-8 места, Северсталь отделяет всего 4 очка, однако конкурентов гораздо больше, чем эти команды. Практически это все клубы западной конференции, за исключением Рижского Динамо, которая заметно отстала. Немножко начала у нас не получилось чемпионата, но это, в принципе, так скажем, где-то уже потом прогнозировалось, потому что, ну понятно, новая обстановка, новые требования к игрокам, соответственно, тренерский штаб новый, ребята, это шло где-то такая притирка, привыкание еще. Но постепенно команда добавляла в этом плане, адаптировалась и стала адаптироваться к этим требованиям. И, так скажем, зацепились где-то за ту игру, которую планируем, пропагандируем, и более-менее результат пошел. Я думаю, что с этим и сплачивается коллектив, и от этого и идет положительный результат. То есть будем стараться держать свою игру еще больше, стараться сплачивать коллектив, чтобы добиваться побед. Во-первых, прокатили еще, поработали над тактическими действиями, и еще, конечно, не всем, завтра еще будем работать над большинством, поработаем, чтобы уже ребята немного вспомнили. Я думаю, они и не забыли. Но все равно нужно прокатить, чтобы поработать, именно это почувствовать еще раз. Ну, в принципе, ничего особенного. То есть мы немножечко после выходных дней дали немножко физики и прокатили те моменты, на которые мы делаем акцент. Ну, я думаю, Николай Стасенко будет готов. По Сергею Монахову немного сложнее, если он в больнице находится. По информации доктора, он еще поедет на обследование в Санкт-Петербург, скорее всего. Ну, а из остальных, вот Коля Стасенко-то у нас, я думаю, он сегодня уже катался, он и вчера катался. Ну, дали немножко паузу, чтобы он все-таки пришел в боевую готовность. Вилсон? А Вилсон вернулся, так скажем, и будет уже в первом матче участвовать. А по остальным, вроде, тх-тх, более-менее нормально. Добавим также, что в команде появился еще один новобранец. Это нападающий Алексей Угаров, который начинал сезон в Хабаровском Амуре, но там дела у него не заладились. В четырех матчах он не набрал ни одного очка, а в прошлом сезоне он забросил только пять шайб за «Адмирал». Второй отрезок чемпионата ГХЛ «Северсталь» начала матчем против принципиального соперника Ярославского «Локомотива». Первый период матча в Ярославле получился равным по игре, но свой шанс в численном большинстве лучше использовала «Северсталь». В этот полок броском под перекладину открыл счет. Во второй и третий матч ярославский клуб забил сомнительный гол. После долгого просмотра эпизода судьи все-таки засчитали взятие ворот «Череповчан». В третьем периоде «Северсталь» снова реализовала большинство. Вновь первое звено сработало четко, и Павел Чернов с пятачка переправил шайбу в ворота. А затем, появившийся на льду только в третьей двадцатиминутке Евгений Монц забил третий гол, удачно попав в нижний угол ворот. 3-1. На последней минуте игры Чернов в броском из средней зоны поразил уже пустые ворота соперника. 4-1 победа «Северстали». Героем матча стал нападающий Павел Чернов, который забил два гола и отдал две голевые передачи. Первый третий период был полностью провален. И соперник заслуженно победил, чуть по всем статьям переиграл, как я сказал, за исключением на второй период. Когда владели преимуществом, могли забить там голы и поменять ситуацию. Но так соперник с победой. Мы сегодня провели хороший матч. После перерыва ожидали, что может потом сложиться всем по-другому. Но в третьем периоде вернулись в своей игре, которую показывали в первом периоде. Забили хорошие голы и довели матч для победы. Это все о спорте на сегодня. Снова выйдем на дистанцию через неделю. До встречи и будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин